еще один пришел на хлебник на посмотрите на эту идиллию папе домой заехал пообедать будешь я слушаю не мешай как в ресторане да вот что значит задний дворик иметь на свежем воздухе и буся тоже косточку тут ел что буся клянчит видишь как ты собаку балуешь он сейчас может еще пойти закопать добычи запасы сделать вкусненько картошечка с домашним укропчиком кстати говоря нас сегодня жарища все сохнет вчера ночью поливала травку и уже все сухо соседка сказала ты не боишься тут сидеть здесь же змеи представляешь как можно отказаться от этой красоты ты же не на траве лежишь ну сидишь здесь меня бус охраняет ну а я ем вкусняшку итальянские спагетти тонкие креветки и немножко овощей но я так наперчила но я люблю остренькое так ребят у нас очень жарко я даже не знаю как собакой выходить и куда и когда или еще немножко подождать до вечера или уже собираться сейчас пять часов смотрите хотела показать как рукава цветет и вообще не поняла сначала что это за цветочки это рукава видите потому что я ничего не вижу мне солнце в глаза как-то так бедненько петрушечка цветет растет вот еще пробивается я вышла полить свою зелень потому что все сохнет невероятно быстро вчера поливала уже все сухое что бусенька всем привет дорогие мои ну что время пришло для надевания шортов у нас очень жарко на мне такая вот хлопковая рубашечка не знаю чья мы идем гулять дождались вечера хотя бы немножко чтобы спал жара о чем сегодня с вами поговорим честно говоря у меня возник когнитивный диссонанс вот я как бы понимаю что нужно снимать для youtube а с другой стороны думаю ну зачем это забирает столько времени в общем я вам уже говорила о этих своих чувствах и люди то отписывается то предписывается я вчера сделала такое видео немножко знаете злобное которое было естественно адресовано в сторону хейтеров никак не в сторону моих замечательных зрителей я говорила у меня вообще зритель очень интеллектуальный и продвинутый но появляются вот такие вот неадекватные боты которым я вчера захотела ответить и их всего было три и сегодня смотрю трое отписанных но ничего знаете идет такой природный отсев ну что идем погуляем да никак я вас не отвезу в город потому что еще не доделала все свои работы здесь по дому но обязательно погуляем у меня есть некоторые мысли возможно сейчас поделюсь по дороге ими с вами смотрите-ка шелковица вот здесь вот можно было бы пособирать ее там тоже шелковица низко висит и довольно таки удалено от дороги может быть в следующий раз я приду что ты там унюхал опять буси ой как он у меня крутит приду с кулечком и насобираю когда время будет побольше вон ее сколько красота какая казалось бы зачем оно мне дома полно фруктов а учебу смотрите ребята аж побежал отсюда они включили водичку даже почистили ее птиц гоняет моя водичка добусь иди сюда иди я тебе водички дам Издалека увидел И потащил меня А я же слепая Думаю, наверное, фонтанчик не работает Но как-то он Чище стал Ну окей Даже водичку пустили побольше Что я там снимаю? Не вижу, что снимаю У нас Только что две пожарные машины Проехала Где-то пожар Очень сухо И знаете, такой запах Аж сюда доносится То есть они вот так вот Вправо Нет, вернее, от меня влево поехали А там, в принципе, тупик Там нет выезда, но Большую дорогу Давай Так что это недалеко Где-то На В носик попала, да, Кази мама В носик мне попала Вот так Главное, сел там и не идет дальше Смотрите, как женщина несет ребенка Сумка на пузе На Еще дать На Все Давайте головку помочу Все, пойдем Руки немножко сполоснуть Идем Кази, спасибо за водичку Спасибо 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 за воду Катя Напугали меня с этими змеями Соседка напугала Иду и смотрю под ноги Надеюсь, что здесь их нет Хотя вот девушку Змея укусила Я читала даже На национальной аллее В Вашингтоне Представляете Ну просто здесь Все-таки дети гуляют Я надеюсь, что они следят Скажите мне Кто-нибудь знает Что это за дерево Это может липа так цветет Я просто мимо проходила И услышала этот мягкий Запах Такой сладковатый И там все эти цветочки Усеяны Шмелями Я попробовала один сорвать Вот, видите И на меня шмели полетели Буся, иди сюда Из липы Очень вкусный чай Если это липа Я не совсем разбираюсь Видите, сколько шмелей Вот такие вот цветочки И листочки Очень приятный запах Вот дерево Вот такое же дерево Представляете Вот это вот Все одинаковое Ой, как пахнет Короче, мне пришлось остановиться Хаски туда побежала Вечернее время Ну как, побежала На привязи хозяин Побежал Хаски Вместе с хозяином Мы решили пропустить Вообще, я сегодня молодец Решила Я надеюсь, одну проблемку Сейчас расскажу Просто нужно где-то остановиться Они могут возвращаться Чтобы не столкнулись Вон бегает Этот дядечка Туда побежал Буся Учуял Хаски Возле Этого мужчины Было А мой Вот по сторонам Тудым-сюдым Ну, люди специально Собак так приучают Дрессируют Чтобы слушались У нас балованный Идем Ну что, полезные, конечно Такие прогулки Желательно, чтобы было не очень жарко Ну, пару километров Наверное, я Прохожу За день с бусиком Жаль, что у меня нет шагомера Интересно было бы знать Сколько я Нашагиваю За день Говорят, нужно 10 тысяч шагов сделать Правьте меня Кто считает свои шаги Напишите Ну что Мои старания зря не пропали Мы сегодня идем гулять И я смотрю Из этого дома С которого на нас нападала собака Выходит мужчина Он подошел к своей машине Думая, ну, наверное, он уезжает Гнаться за ним не буду Чтобы вручить письмо Которое я распечатала Ну, он что-то там забрал в машине И вышел Я улыбнулась Я уже успела перейти На другую сторону Через дорогу Потом думаю, что я Как бы смущаюсь Экскюзми Останавливаю его А с улыбочкой такой Знаете Я говорю Опять твоя собака На нас напала А он мне показывает Ворота Там огромная дыра И показывает, что он ее Залатал фанерой Эту дыру Я говорю Я вижу Ну и опять Начинаю с ним разговаривать Ты понимаешь, что Мой муж должен был звонить Соседу И сосед мне помог Пройти домой Я женщина А он I'm sorry Выдавил из себя Знаете, я не скандалила Ничего Очень мирно Тоже у меня такая Полуулыбка Мне враги здесь не нужны Все может быть в жизни Просто хочется Чтоб люди понимали О том Как может быть Неудобно другим Из-за их Как бы Безответственности Я оглядываюсь Назад Чтобы собак Не было Вот И я достаю С сумочки Эту бумагу После того Как проговорила Это Говорю тебе Я не хочу проблем Он смотрит На эту бумагу А я там Подчеркнула Что гулять На поводке Ну и текст Мол О Да Там сзади Собака Это щенок Кстати Нет Это не щенок Мыс Видите Как надо Постоянно Оглядываться Иди сюда Постоянно Надо на улице Оглядываться Казалось бы Знаете как Все американцы На машинах Да иди сюда Посмотрите Что он делает Они тут то было Американцы И ходят И гуляют И общаются Между собой Сюда иди Ко мне Да что ж ты за собака Рядом Рядом Все Рядом Вот так Смотри Там какая Собачка Умненькая Рядышком Идет с хозяином И ты Иди Рядышком Так что Я молодец Я себя Пересилила Иногда Нужно Поддаваться Интуиции И Как бы Делать так Как Чувствуешь Как считаешь Нужным Да нет Это не Ребеночек Вон Большая собака Видите Большая Послушная Вот такие Культурные Прогулки Мне нравятся Они так что На нас Наскакивает Из-за угла Потом мы Не знаем Как домой Попасть Главное Что вышло Без скандала Без истерики Все абсолютно Спокойно Он извинился Я Полюбалась И разошлись Вручила ему Эту бумажку И Я ему сказала Что я Женщина Как бы Я ж не буду Собак разнимать Если они Вдруг Подерутся Будь рядом Слушайте Что-то Они Разъездились В ту сторону Теперь В эту Сторону Едут Может Это Забрали А Это Скорая Или что Это Нет Fire В общем Не знаю Все Мы домой Идем Будься Рядом И он Знаете Этот мужчина У которого Собака Сбегала Так Засмущался Повел Меня К забору Говорит Это Она Через Забор Выскочила Вот Я Дырку Заделал Фанерой Мой муж Вчера Помнил Так же Что Как-то Ехал И Этот Дом В общем Он Периодически Сдается Чужим Людям Он Очевидно Не продается Просто Сдается В аренду Так Вот Там В бейсменте На первом этаже Вернее Ну В бейсменте Под первым этажом Живет Какой-то парень Говорит Что видел этого парня В веселой компании Ну Молодежь Собралась Там Бухали Смеялись Курили И так далее Вот А вот Эта вот Семья Она живет Уже На первом этаже И Мой муж Сказал Что это Очень старый дом И Ну Как бы Мы Не знаем Кто туда Въезжает Какие люди Ну Поэтому Нужно быть Аккуратным И вежливым В любом случае То есть Там фактически Две семьи Живет Бейсмент Арендует И первый этаж Дальше Дальше Продолжение следует...